Прошу всех встать, суд идет. В зал судебного заседания явились обвиняемый Бахтугулов Максат Бахтугулович, его защитник Тян Анна Сергеевна, следователь Адлет Мусаевич, прокуроры Тайчиева Нурзада и Нурбекова Зулья. Суд удостоверяется в личности обвиняемого. Бахтугулов, встаньте. Назовите ваше фамилию, имя, отчество. Бахтугулов Максат Бахтугулович. Число, месяц и год рождения? 25 августа 1985 года. Где родились? На Рынской области. Национальность? Крымс. Гражданство? Крымской республики. Семейное положение? Женат, у меня есть двое детей. Образование? 9 классов закончил. Место работы? Работаю на стройке по найму. Место жительства? Живу в городе Бешкек, улица Камская, 16, это семная квартира. Когда были задержаны? 26 апреля. Обвиняем Бахтугулов. Вы ранее судимы? Да, привлекался один раз, но это уже погашено. У прокуроров или у адвокатов имеются ли вопросы по анкетным данным? Прокурор. Нет, не имеется. Адвокат? Вопросов нет. Объявляется состав суда. Ходотайство будет рассматриваться Октябрьским районным судом города Бешкек в составе председательствующего Абдулдаева при секретаре Асановой с участием прокуроров Тайчиевой и Нурбековой. Интерес обвиняемого защищает адвокат Тян. Есть отводы состава суда обвиняемых? Отводов нет. Прокурор? Нет, Ваша честь. Обвиняемый Бахтугулов. Вам разъясняются процессуальные права. Вы имеете право давать или не давать пояснение, заявлять ходотайство или отводы, иметь адвоката, пользоваться услугами переводчика, а также обжаловать решение суда в течение пяти суток в Бешкекский городской суд. Вам ясны ваши права обвиняемых? Да, мне ясны мои права. Можете сесть. У сторон имеется ходотайство или дополнение? Прокурор? Нет, Ваша честь. Адвокат? Да, Ваша честь. Прошу приобщить к материалам дела характеристику на Бахтыгулова Максата Бахтыгуловича с места жительства, характеристику с бывшего места работы, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, справку с места жительства Бахтыгулова Максата, расписку филон Сергея Михайловича о том, что ему возвращен сотовый телефон и возмещен ущерб в размере 700 долларов США, долговое обязательство Бахтыгулова Максата о том, что он оставшиеся 300 долларов возместит в течение месяца и встречное заявление филон Сергея о том, что он отказывается от поддержания публичного обвинения в отношении Бахтыгулова Максата. Обвиняемый Бахтулов. Поддерживаете ли вы ходатайство своего адвоката? Да, поддерживаю. Ваше мнение, прокурор? Нет, Ваша честь, возражений не имеется. Суд, совещаясь на месте, постановил ходатайство адвоката удовлетворить и приобщить к материалам дела предоставленные документы. Слово предоставляется следователю Мусаеву. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, Гражданин Бахтулов Максат обвиняется в том, что он 20 апреля 2014 года, примерно в 18 часов, находясь в маршрутном такси 101, двигавшийся в восточном направлении по улице Ахумбаева города Бишкек, из левого кармана куртки гражданина Филона тайно похитил сотовый телефон марки 113 стоимостью 3000 сомов, а также бумажник стоимостью 500 сомов, в котором находилось 1000 долларов США. Тем самым, причинив гражданину Филону значительный материальный ущерб на общую сумму 60 500 сомов, обвиняемый своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 64 части 2 пункта 3, части 3 пункта 1 Уголовного кодекса Крыгойской Республики, квалифицирующим признаком которого является кража, то есть тайное хищение чувства имущества в значительном размере, а также из одежды или ручной клади, находящегося при потерпевшем. Принимаю во внимание то, что санкция статьи 164 части 3 пункта 1 подрассматривает лишение свободы до 5 лет, а также учитывая то, что гражданин Бахтуулов, ранее судим, временно проживают на съемной квартире, не имеют постоянного места работы, а также материальный ущерб потерпевшему полностью не возмещен. Органы следствия полагают то, что гражданин Бахтуулов может скрыться от следствия и суда и продолжать заниматься преступной деятельностью. Поэтому прошу суд удовлетворить мое ходатайство и признать содержание обвиняемого законным и избрать меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО номер один города Бишкек с сроком на один месяц. У меня все, уважаемый суд. Когда был задержан Бахтуулов? Обвиняемый был задержан 26 апреля 2014 года в 10 часов утра. Чем подтверждается личность обвиняемого? При задержании обвиняемого был изъят паспорт, а копия паспорта приобщена к материалам уголовного дела. Есть ли вопросы к следователю, прокурор? Нет, Ваша честь. У Вас адвокат? Вопросов нет. Прошу садиться. Слово предоставляется адвокату Тян. Ваша честь. Прошу учесть, что судимость моего подзащитного уже погашена, не может быть принята во внимание. Также прошу учесть, что у него имеется наождевение двое несовершеннолетних детей. Имеется встречное заявление Филона Сергеевича об отказе поддержания публичного обвинения. Прошу не применять подзащитному меры пресечения, связанные с изоляцией от общества. Прошу оставить ходатайство следователя без удовлетворения. Прошу сесть. Слово предоставляется обвиняемому Бахтугулову. Ваша честь, да, я действительно взял его вещи, я взял его телефон, но я все вернул. Я вернул ему его телефон, я вернул ему 700 долларов. Я написал расписку о том, что в течение месяца я верну ему еще 300 долларов. Что касается моей прошлой судимости, это было по молодости давно, но я уже там все погасил. Она, я думаю, не будет учитываться. Пожалуйста, не отправляйте меня под стражу. В это время мне нужно работать, я работаю на стройке, мне нужно найти эти 300 долларов, заработать их и отдать уже Филон Сергеевичу. Есть ли вопросы к обвиняемому прокурору? Нет, вопросов не имеется. Адвокат у вас? Работок нет. Прошу садиться обвиняемым. Слово предоставляется прокурорам Тайчиевой и Нурбековой. Ваша честь, учитывая все обстоятельства дела, из которых вытекает, что гражданину Филону Сергею Михайловичу был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 60 500 сомов Бахтыгуловым Максатом Бахтыгуловичем и руководствуясь на этом основании статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской республики, поддерживаем ходатайство следователя ОВД Октябрьского района и просим признать задержание Максата Бахтыгуловича законным, а также избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с невозможностью избрания иной, более мягкой меры пресечения. Также прошу учитывать тот факт, что обвиняемый является ранее судимым и материальный ущерб возмещен неполностью. У вас есть что дополнить? Ваша честь, прошу принять во внимание то, что гражданин Бахтыгулов не имеет постоянного места жительства, то есть живет на съемной квартире и не имеет постоянного места работы. А в остальном я полностью поддерживаю позицию своей коллеги. Спасибо. Суд удаляется в совещательную комнату. Прошу всех встать. Суд идет. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Участников процесса, изучив материалы дела, руководствуя статьями 110 Уголовно-процессуального кодекса Крымской Республики, суд постановил. Ходотайство следователя следственного отделения ОВД Октябрьского района города Бишкек-Мусаева удовлетворить. Признать задержание Бахтугулова законным. Избрать в отношении Бахтугулова Масата Бахтугуловича 25 августа 1985 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражем в сроку на один месяц, то есть до 26 мая 2014 года, 10 часов, с одержанием в СИЗО-1 ГСИН при правительстве Крыгызской Республики. Постановление может быть обжаловано в Бишкекской городской суде в течение пяти суток со дня вынесения. Обвиняемый, решения суда вам понятны? Да, понятно, что сейчас. Судебное заседание объявляется закрытым.